Джиу-джитсу О своем партнере Если бы у всех был такой подход В спорте было бы меньше травм А в жизни меньше сложностей, проблем и конфликтов Быть безрассудным к своему телу Это одно, но быть безрассудным к чужому телу Абсолютно недопустимо Есть вероятность, что я получил травму Которая повлияет на мое колено На всю оставшуюся жизнь Это мой друг Рокус Он сломал ногу и порвал связки колено на тренировке Неосторожный партнер по тренировке Попытался выполнить ему тейкдаун ножницы Это самый опасный тейкдаун в грэпплинге Который запрещен по большинству правил джиу-джитсу и грэпплинга Но этот парень Или не знал, или плевал на это Посему я решил записать это видео Чтобы научить как можно больше людей Безопасным тренировкам Пункт первый тейкдаун ножницы Начнем с того, что причинило вред моему другу Неудачный бросок ножницы И неконтролируемое падение веса тела Главная причина катастрофических травм в джиу-джитсу Неконтролируемое падение веса тела Бросок ножницы, конечно, можно выполнить И без причинения вреда сопернику Но это огромный риск И стоит ли он того Гаритон, он выполняет эту технику безопасно для соперника Но даже рефери съеживается Те, кто занимались грэплингом Знают, насколько может быть опасен этот прием Закройте глаза, если не хотите видеть последствий Теперь откройте глаза Несмотря на то, что лучше в принципе избегать тейкдаун ножницы Так как они всегда сбрежены с риском Важно понять, что именно увеличивает риски при атаке ножницами Если нога вашего противника находится близко к вам, то вам будет легче завести свою ногу за его колено Но если его нога стоит далеко от вас, вы никак не сможете безопасно поставить туда свою ногу Еще одна полезная штука – поставить руку на маты Это поможет контролировать вес вашего тела Давайте разберем ошибки без демонстрации самых страшных моментов Здесь парень действительно хочет поставить опору на мат, но он соскальзывает и весь вес тела приходится на ногу атакуемого В этом ролике соперник находится слишком далеко от атакующего Атакуемый отводит ногу еще дальше, это гарантированная травма надолго Даже если вам кажется, что вы можете все сделать безопасно и красиво Помните, что все может пойти не так, как вы планировали А теперь давай посмотрим, как избежать тейкдауна ножницами Пункт первый – не связывайся с придурками Пункт второй – если ты захватил одну ногу, не останавливайся Как только ты останавливаешься, ты даешь время сопернику для того, чтобы он успел сосредоточиться на контратаке Не стой сам и избивай соперника Пункт третий – используй свою голову в качестве фрейма для удержания соперника на дистанции Джампингард Запрыгивание в гард невероятно опасно, хоть разрешено с синих поясов Проблема все та же – неконтролируемое падение веса тела Если ваша стопа находится под согнутым коленом и способна выдержать вес, то риск довольно низок Но если ваша стопа находится впереди колена, то вы рискуете попасть в травматологию или на операционный стол Так что не прыгайте в гард близко к сопернику пульте гард так, чтобы ваш вес падал на маты, а не на колени оппоненту Выполняя тейкдауны, отрывайте ноги соперника от ковра Если его нога застрянет на ковре, а вы продолжите валить его тело на пол, то вы травмируете человека На этом примере видно, что весь вес моего партнера приходится на правую ногу Вероятность того, что он сможет сдвинуть ногу и сохранить ее в целости и сохранности равна нулю Но если я оторву его, ноги от ковра, бросок становится безопасным И посмотрите, как я отпускаю партнера и стараюсь не прибивать его своим весом Это также пример заботы о здоровье партнера Падение назад при раскрытии черепахи Дети постоянно так делают и ничего не случается, потому что они пока пластичны Но для большинства взрослых такое действие переносит слишком большой вес на лодыжки и приводит к травме Знаете, что раскрытие черепахи в сторону не только безопаснее, но и эффективнее Так что атакуйте черепаху, не причиняя вреда партнерам Удары головой в пол Выполняя переворот соперника головой вперед, убедитесь, что он делает полный кувырок И у него достаточно места и времени, чтобы пригнуть голову Каждый раз, когда я оказываюсь в положении, где мой партнер может опасно высунуть голову Я буду скруглять ее ему сам, чтобы обеспечить безопасность Позиция, на которую я еще хочу обратить внимание, это когда вы сверху накрываете соперника в черепахе или в высоком партере Если соперник ломанется вперед, ты рискуешь удариться головой Еще хуже, если он начнет кувыркаться и ты не успеешь прижать голову Здесь я борюсь с безопасным товарищем, но мало ли, и я перемещаю свою голову и себя в сторону, чтобы оказаться в безопасности Поворот головы в неправильном направлении Как здесь, я развернул голову влево, и если соперник рванет меня влево, то у моей шеи кранты Вместо того, чтобы упираться шеей, мне нужно было бы повернуть голову в другую сторону и безопасно перекатиться через плечо Разница между опасным и безопасным положением шеи только в том, в каком направлении повернута голова Чрезмерный стак Есть разница между складыванием соперников стака и переусердствованием в этом процессе При нормальном стаке вес приходится на плечи, и это нормально Но при оверстаке вес переносится на шею, и это уже за рамками безопасности Когда я говорю об опасности такого стака, мне говорят, что я принижаю жесткость джу-джуицу Но если кто-то мне так накатит на шею, я пару дней не смогу ей пошевелить Деликатный стак пасс работает отлично и без необходимости травмировать шею партнеру Не делай резких сабмишенов, все сабмишены стоит выполнять медленно Ты можешь быстро разрывать защитные захваты, но когда сабмишен полностью зафиксирован, нет необходимости его стервенело рвать Если ты не можешь закончить сабмишен медленно, значит у тебя плохой контроль И именно над этим стоит поработать Иногда я сталкиваюсь с кем-то, кто реально упрямый и медленно поддавливаю сабмишен Но он не сдается, ну и хрен с ним, я просто отпущу его непринципиально Если в вашем зале считается нормальным рвать со всей дури пыщи другую зал, дружище Слэмы На тренировках это уже редкость Большинству людей хватает мозгов понимать, что это опасно В джу-джитсу запрещены все удары руками ли, или удары обматы со всего размаху Конечно вы можете наносить чипалахи на турнирах, где это разрешено, но на большинстве соревнований это запрещено правилами Не подставляй руку на маты, когда тебя бросают Это главное правило для начинающих Вот здесь я не ожидал, что мой партнер подставит руку, но я успел отойти в сторону и к счастью все обошлось Но могло быть и хуже С опытом вы найдете моменты, когда можно ставить руку на пол, но для начала запретите себе эту ошибку Скручивание колена в нешилде Я часто вижу, как новички это делают, не понимая, что по сути они выполняют базовый хил-хук И спокойно скручивают колено, не задумываясь об опасности и механике Найдите более безопасные и эффективные способы обойти нешилд Например те, которые описаны в курсе Анатолия Абрамова на BGG School Online Ну что, всем привет! Я очень рад вас всех видеть Сегодня потренируемся, потренируем наш халгард сверху Поатакуем оттуда Это позиция сильная, может быть очень сильной Если вы знаете, то тренды современного джицу говорят нам о том, что Очень эффективно загонять человека в халгард И проходить его, особенно если у нас нет ограничений по времени Сегодня будем использовать разные механики Для того, чтобы доказывать эту аксиому в действии Вращение при уходе из лэглока Это может быть отличным способом эскейпа, если делать это безопасно Вращаться стоит только в том случае, если твои бедра могут двигаться вместе со всем телом Если твои бедра зафиксированы, а вам приходится крутиться с усилием Вы можете плохо закончить В основном это случается с новичками Более опытные парни чувствуют, когда можно вращаться, а когда нет В заключении Убедитесь, что вы тренируетесь в зале, где безопасности уделяется огромное внимание Безопасность прежде всего Серьезные травмы в нашем спорте относительно редки А травмы, как таковые, встречаются в любом виде спорта Будь то бег, футбол, тяжелая атлетика и так далее В любом спорте, где задействовано ваше тело Если ты двигаешься в спорте, есть риск повредиться Если не двигаешься и не занимаешься спортом, риск неожиданных травм только увеличивается Так что продолжай тренировки и будь хорошим, бережным товарищем в отношении своих партнеров Ну и ознакомься с моим видеокурсом Теория джиу-джитсу, чтобы повысить свой уровень в практическом применении джиу-джитсу Этот курс уже доступен в товарах на BGG Freaks ВКонтакте Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова